Добрый день, братья славяне! С вами Дмитрий Хмельц, канал Отменный картограф, а также Иван Солд. Манечка, поздоровайся! Всем привет! Так вот, значит, у нас пятый видеоролик из цикла Бэтбрюшек. И сегодня, не поверите, у нас на обзоре Бэтбрюшка, кстати, опять пастри дабл стаут. Но теперь в бананопай, банановый пирог. Сейчас Темочка ставит картиночку с прекрасной дамой на обложке пива. Потому что, вот, выглядит прикольно. Опять фаршка вся такая стоит. Она как будто, знаешь, какая-то маленькая-молоденькая. Сейчас мы будем его, собственно, откупоривать, но желательно бы так, чтобы не нарушать политику детей. Потому что с политикой детей у нас всё строго. Дети не разрешают, когда пиво открывается не так, как надо. Как бы тебе это. Опа. Всё, ждём. Теперь. Цвет такой же, кстати, как и у её предшественника. Ну, конечно, красители туда бахнули на одинаковый цвет. Знаешь, я бы не удивился, если бы они в разные цвета покрасили. Там, типа, зелёный, красный. Не, я уверен, что у них есть. У них же дофига этих. Я уверен, что и зелёный, вот, был такой розовато-красный на каком, на втором, по-моему, видосе? Или на третьем? Ну, просто гуашь и баха налил, и всё. Вот, кстати, отсюда не чувствую запах. Вот из банки прям чувствовал запах. И меня это ввело в заблуждение. Мне сначала показалось, знаешь, как будто это просто вот тёмное пиво. Как ты помнишь про уданки, вот это тёмное мы снимали? Да, просто тёмным... Вообще бананом... Ну, не, вообще где-то на... Вдали-вдали. Но если бы не было написано на банке, я бы, наверное, даже и не понял, что это банан. Ну, не знаю. Просто тёмным пивом пахнет. Банан прям вообще вдалеке где-то. Меня это вводит в заблуждение. Пенка простояла. Ну, так же, средне. Особенно по сравнению с прошлым пивом, которое, как только нюхаешь, сразу дынь от дыни. Кстати, лучше, чем прошлое. Да. Не, на самом деле оно... Здесь такой вот, знаешь, чувствуется вкус выпечки. Вот именно вот такой вот пироговый. Именно вот не торт там, не пирожок там, не любая другая. Не булка, а именно вот прям пирог. Чувствуется вот вкус теста пирога. Чувствуется вкус банана. Ну, естественно, ты понимаешь... Вот ты даже с первых лобков понимаешь, что это стал. Что это не эль, что это не просто тёмное там пиво, что это именно стал. Чё-то прям молочного, как в прошлом, но этом, я не сильно почувствовал. На. А по поводу банана что? Ну, я тебе сказал, банан чувствуется. Чувствуется? Ну, не прям сильно. Не как дыня. Но банан чувствуется. А это лучше, Алина. В этот раз не прям притерная такая сладость, а вот когда пьёшь, тебе чуть-чуть банана и чуть-чуть тёмного пива. Такое ощущение. Выпечки я пока не почувствовал. Да, есть что-то такое пироговое. Но банана такое ощущение больше, чем выпечки. Естественно. Но это лучше. Слушай, это неплохо. Не, опять же, знаешь, это вот из разряда экспериментного пива, который раз взять попробовать, точно надо. Ну да. Но опять же, на постарянку такое не подойдёт, потому что слишком сладкое для пива такое ощущение. Не, понимаешь, просто есть медовухи. Ну, медовуха это... Тот же мы снимали видеоролик, он уже есть на канале. Называется Мудрый Рототоск. Ореховая медовуха от пиуарни Мьёльнир. Она сладкая. Но ты... Но это знаешь, ты чувствуешь, что это реально приятная сладость. А не вот так вот, что это прям притерно. Вот у той же Мьёльнир мы снимали Бессмертие и Дум. И снимали, получается, кого? Кого-то вы тот же снимали? А, не, не снимали, а я просто отдельно пробовал Хель, Владычицу. Это еловая медовуха, прикинь. И я тебе так скажу. Вот там реально там очень притерно. Я это знаешь, как шутку называю? Мечта диабетика. Вот так вот. Давай, ради справедливости, поставим восьмёрочку. Ну, я тоже восьмёрки подумал. Ну, такое ощущение, я бы это и поставил семёрку. А если в прошлое видео как-то закину, то там шестёрку, потому что я выпил кружечку и понял, что это не оно, да? И понял, что это не так, да? Ну, ладно, я думаю, восьмёрочка, в принципе, нормально для этого пива пойдёт. Согласен. Не, ну, опять же, оно очень такое, знаешь, интересно, экспериментное. То есть на постоянку вряд ли вы будете брать, но я вам вот это, вот именно бананопай, я прям советую попробовать. То есть один раз 240 рублей потратить можно. С дыней лучше не надо. Ну, с дыней, да, как-то. Не, взять можно, это интересно, прикольно, но вы это в одиночку вряд ли выпьете. Вот я, допустим, не выпил эту одиночку. Да я, собственно, и не выпил эту в одиночку. Я говорю, Ванечка, и это вам подарок от заведения. Говорит, Иван Александрович, нет бы хоть нормального чего-то, хоть раз привёз, а то привозит всякую фигню. В общем, пилу этому ставим мы. Восьмёрочку. Прикольно, интересно, вкусно. Ну как вкусно? Ну, вкусно. Ну, вкусно. Вкусно. Вкусно, но не как пиво, а как что-то сладенькое такое, скорее. Да. Собственно, с вами был Дмитрий Хмель с канала Хмельный Картограф, а также Иван Солод. Брал я это пиво, если что, в магазине Праймбир на улице Хользунова, 10 Б. Мы оставим на них, собственно, ссылочку в описании под видео, на их телеграм и на их группу во ВКонтакте. Всем удачи, всем пока.